привет народ сегодня поговорим о фонаре люментоп sd 26 но прежде чем мы перейдем к этому фонарю хотелось бы вернуться к фонарю тоже от компании люментоп который если кто помнит назывался медный принц вот такой фонарь он когда пришел ко мне он ну реально горел то есть реально фонарь выглядел очень дорого очень скажем так богато красивый очень фонарь был и супруга моя когда увидел этот фонарь сразу у меня его экспроприировала но вот хочу показать данный фонарь в макро покажите в макро показать вот этот фонарь что с ним сталось за это время ссылочка на фонарь будет где-то под видео давайте или в правом верхнем углу вот примерно так видите да вот эта медь окислилась и вот так вот здесь покажу вас здесь под клипсы вообще творится жесть то есть вот таким вот образом выглядит сейчас фонарь он ну я бы сказал не медный принц а какой-то медно ржавый принц давайте может быть сливаться вот так света добавим может так будет лучше видно то есть он реально окислился и сейчас похож на ну я не знаю на фонарь который достали из земли который пролежал не знаю лет 30 земле вроде как вот такое вот ощущение то что хочу сказать понимаете да что ссылочку на вот эту часть видео я поставлю внизу под обзором вот этого фонаря медный принц потому что ну как бы я получил фонарь попользовался ими все окей то есть фонарь был в нормальном скажем так состоянии а сейчас как бы да ну понимаете если человек купит данный фонарь пройдет у него два-три месяца он скажет русик а чё ты чё ты впарил мне то вот не хочу я таким человеком простым поэтому обязательно это нужно было показать так дальше поехали sd 26 вот такой фонарь от той же компании люментов в общем по фонарю давайте сразу я начну с коробочки как всегда ну помните да на коробочке у нас что всегда производитель хвастается здесь нет таких похвастушек там тысяча люмен там дальность светового потока как всегда здесь этого всего нет то есть здесь очень скромно коробочка по образу и подобию телефонов xiaomi или камеры их нет вот так вот ну и вот с этой стороны вот если у макро покажешь некий то есть таблица с режимами получится сфокусироваться вот так вот выглядит у нас таблица с режимами что интересно что никакой информации больше по режимам в коробке нету как привыкли мы достаем коробочку и там у нас еще один листик с инструкцией никакой инструкции здесь нет здесь есть вот таких два листика на которых написано гарантийные обязательства здесь у нас типа переходите на нашу страничку фейсбуке там в твиттере а здесь у нас гарантийные обязательства даже есть на русском языке выглядит это вот так вот описание гарантии что как куда зачем вот таким вот образом это выглядит в принципе все никакой больше информации по фону нет ну она фактически не нужна почему потому как она есть вот с этой стороны на вас на коробочке но если честно сказать что при недостаточном освещении прочитать сложно если честно то есть мелкий шрифт такой что я задумался ну а единица ли у меня зрение и ну как бы да если сфокусировать то все вижу но не с первого раза то есть у меня это зрение единица но как то так в общем что что еще у нас здесь чехольчик комплекте в комплекте у нас здесь чехол и шнурочек вот так вот шнурочек для зарядки здесь у нас есть микро usb порт вот это заглушка кстати народ ставится видите да с трудом немножко почему потому что вот вот в профиль покажи и здесь заглушка как ласточкин хвост сделано и ставится на после зарядки вот вот нужно ее прямо туда запихать но честно скажу вам держит она очень классно и фонарь данный я проверял на устойчивость к воде фонарь данный держит и вот я только вытащил с воды данный фонарь открываю крышку здесь все полностью сухо хотя ну сам пор тоже защищен даже если вот без этой резиновой заглушки его бросить воду с фонарем ничего не случится но тем не менее резинка так плотно здесь закрывает вот все щели что никакая водичка туда не проходит однозначно ну и собственно вот так вот она у нас выглядит в чехле чехольчик по фонарю чехол нормальный не болтается там ничего ну допустим есть некоторых моделей современных не будем тыкать пальцем то есть берешь туда кидаешь вам как знаете вроде как ведро его кидали или в прорубь то есть чехол не по фонарю пашет здесь все нормально в общем одна петелька для ремня и все больше нет никаких здесь тут велтры там перецепить никак нельзя чехольчик такой скромненький но тем не менее он рабочий и он есть дальше по фонарю ну давайте с этого момента еще раз уточню что я никакой не эксперт по фонарям нет у меня никакого-то специального звания я просто пользователь который пользуется фонарями у которого много фонарей который любит это дело вот просто это мое мнение накаточка по фонарику очень хорошая видите да вот так вот накаточка сделала на теле фонаря она нормально она удобно она тактильно приятная фонарь держится в руке нормально не скользит не вылетает дальше рефлектор у фонаря гладкий диод посажен ровненько по центру посадка диода средняя я бы не сказал что она глубокая я бы не сказал что она слишком не глубокая но помните да по режимам у нас нет никакой информации больше то есть никакой бумажечки поэтому гораздо удобнее зайти на сайт люмин топ и вот я точно также зашел на сайт и посмотрел данную информацию там есть вот такая вот замечательная таблица давайте я сейчас я выведу на весь экран чтобы никита не пытался на не сфокусироваться в общем здесь у нас 5 режимов режим 1 это 1000 тире 600 люмен о чем это говорит это говорит о электронной стабилизации фонарь сам подбирает мощность светового потока в зависимости от того в каких условиях работает допустим если мы зимой на морозе там в минус 10 включаем фонарь на максимальном режиме видите да ребра охлаждения такие очень скромные то фонарь будет спокойно работать в режиме 1000 люмен если же на улице жара плюс 40 да на солнышке там мы где-то в пустыне то естественно фонарь сбросит максимальную яркость и максимальную мощность этого потока до 600 люмен то есть в режиме 600 люмен он может работать при любой температуре абсолютно безболезненно для фонаря без каких-либо плохих последствий в данном режиме фонарь проработает от час 66 до 3 часов с половиной дальше это режим turbo у нас был дальше максимальный режим 530 люмен четыре с половиной часа фонарь проработает средний режим 170 люмен фонарь проработает 18 часов по заявлению производителя режим низкий 45 люмен 60 часов фонарь проработает в нем и режим минимальный moonlight так называемый или лунный свет 45 суток проработает фонарь в этом режиме что в принципе очень немало как по мне ну и также есть режим социстр обоскоп фонарь в этих режимах работает в режиме максимальном то есть в turbo 1000 люмен максимальная сила света или интенсивно светового потока 1600 кандел 205 метров максимальная дистанция светового потока полтора метра ну стабильно для всех фонарей уже полтора метра это удара прочность и ipx 82 метра в течение двух часов она работает по заявлению производителя опять же без болезненно для фонаря ну и в последней ячейки у нас указан типоразмер элементов питания на которых работает фонарь это 26 650 вот такая огромная батарейка ну давайте сейчас сравним по габаритам с 18 650 вы понимаете да вот вот так вы поняли вот так вот выглядят два элемента питания рядом здесь у нас 3500 миллиампер час здесь у нас 5000 миллиампер час что в принципе очень очень я вам скажу неплохо и дает огромную фору чем мне понравился и чем не понравился данный фонарь скажу еще чуть позже ну давайте сразу пробежимся потому что здесь резьба у нас на есть никита резьба у нас трехугольного сечения то есть обычная резьба но резьба анодированная видите да вот так вот и у нас вот здесь только колечко поблескивает то есть снято снято анодирование для чего для того чтобы мы могли вот видите да фонарь включили если мы его чуть-чуть отвинтим заднюю крышку то у нас получается защита от случайного включения если вы где-то в сумке транспортируете фонарь то это очень удобно допустим с этим фонарем такая же ситуация а помните феникс был у нас читаем инструкцию ну вот читайте сами вот так вот фонаре установлена тактическая кнопка фонарь может быть случайно включен во время хранения при транспортировке или во время ношения в кармане рекомендуется при откручивать головную часть на несколько оборотов при откручивать головную часть головную часть при откручивать на несколько оборотов ну понимаете да примутant хвостовую часть на несколько блок давайте попробуем сейчас вот у Он у нас не включался в кармане Мы, как правило, приоткручиваем чуть-чуть хвостовую часть Смотрите Оп Ой Ой Не помогает Что ж такое? Не помогает, работает Вот так вот То есть в нормальных фонарях это реализовано немножко иначе Раз и все Видите, да? Вот так вот, видите? Чуть-чуть приоткрутили И все Ну, феникс пошел дальше, очевидно И вот так вот, видите? Только касаемся, уже все У нас фонарь работает То есть приоткрутить хвостовую часть не получится Головную часть же открутить не получится вообще То есть она как бы не крутится Она посажена на фиксатор СБ Мы ее поворачиваем, 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 поворачиваем И ничего не происходит То есть здесь это все нормально, все работает Защита от случайного включения есть Это плюс, несомненно Второй плюс это то, что фонарь без проблем стоит на хвосте То есть его можно вот так вот направить в потолок И вся комната получается залита светом Для меня это, ну, скажем так, очень важно То есть я постоянно всеми фонарями пользуюсь вот в таком режиме Если фонарь не стоит на хвосте, для меня это целая проблема Здесь это тоже есть и это плюс Не может не радовать Дальше минус Есть, народ, очень огромный минус Который, ну, просто для меня Я не могу с этим бороться И для меня это очень критично Это вот одна кнопка управления Может быть, если бы у меня не было, там, я не знаю До этого фонаря еще и, там, штук 70 их, да То я бы с этим жил Я бы не знал, что существуют другие органы управления Знаете, да, вот если не сравнивать То, возможно, это показалось бы нормальным Но так как в современных фонарях есть две А иногда и три кнопки, да То есть одной мы включаем И здесь две, допустим, кнопочки повышения и понижения режимов Или же одной кнопкой мы включаем фонарь Здесь одна кнопка режимов Ну, здесь вариантов уже, может быть, два-три Но здесь у нас одна кнопка И включение фонаря, и переключение Но, опять же, вот эта вот проблема Для меня это целая проблема Что если я хочу выключить фонарь Я привык, что я нажал кнопку, и он выключился Ну, здесь то же самое произошло, видите, почти Но фонарь не выключился, а переключился в минимальный режим И вот это для меня постоянная проблема Почему? Потому что я, допустим, иду с фонарем в максимальном режиме Захожу домой, выключаю Вернее, вот в максимальном режиме Выключаю его, ставлю Утром прихожу Он у меня там в режиме один люмен, да Но, тем не менее, он работает Это не есть хорошо И ситуация данная повторялась неоднократно Когда ты ночью, да, идёшь Ты видишь этот режим в один люмен, да Но когда ты идёшь, заходишь в нормально освещенное помещение То абсолютно это можно не заметить Если чем-то ещё занят В принципе Вот такой вот фонарь Пять режимов у нас уже есть Уже есть Пять режимов В общем, пять режимов у нас, народ, есть И было бы очень замечательно, если бы эти пять режимов можно было бы Допустим, вот так вот переключать, да То есть кнопка вперёд, кнопка назад или плюс и минус Либо же, если бы он хотя бы включался Отдельной кнопкой А переключение режимов происходило Ну, в общем, я вам честно скажу Что для меня лично вот одна кнопка И включить и выключить Это, это есть вот целая проблема Ну и также Один из плюсов его Это его габариты Если мы сравним с любым фонарём На элементах питания 18650 То видите Данный малыш выигрывает В размерах По длине Ну и естественно Немножко проигрывает в размерах По толщине тела фонаря По диаметру тела фонаря То есть, если голова у нас, видите Да, по диаметру одинаковая Вот так вот можем поставить два фонаря Голова у нас одинаковая То тело фонаря, естественно Здесь у нас потолще С одной стороны Это, ну, может быть Есть небольшой проблемой Проблемой в каком случае Ну, допустим, у меня Крепление на фонаре Ну, сейчас я вам его не покажу Давайте поставлю фотографию Вот такая вот резинка Вставляется туда очень жёстко фонарь И вот так вот его зажимает Всё супер Вставляется плотно Держит хорошо Но, если я после этого фонаря Сразу хочу поставить какой-то другой фонарь Вот этот фонарь, допустим У меня там уже будет болтаться Хотя, сам по себе Вот этот фонарь Становится в это крепление И нормально на велосипеде Я вечером катаюсь Всё нормально То есть, я могу взаимозаменять Скажем так, любой фонарь На элементе 18650 И нормально Но вот стоит мне поставить Вот этот фонарь И сразу после него Не получается поставить Никакой другой фонарь На элементе питания 18650 То есть, если использовать данный Только фонарь, то всё супер Если ещё какие-то фонари Если у вас несколько фонарей То это уже будет небольшая проблема Но, скажем так, проблема Это несущественная Через 2-3 часа Это крепление опять Становится на своё место Резинка становится на своё место Стягивает И абсолютно без проблем Можно ставить уже любой фонарь Но должно пройти какое-то время В принципе Вот, наверное, и всё По режимам Ну, по режимам мы будем его сравнивать С Nightcore MH27 Увы Вот так вот Называется фонарь Пойдёмте сейчас на улицу Что ещё сразу хочу сказать Ну, для кого-то это может быть и плюс Для меня лично Ну, скорее всего Немножко минус Почему? Потому что я люблю Холодный свет То даже если мы вот сейчас включим Этих два фонаря Ну, наверняка видно Да, здесь более тёплый свет Не знаю, как на камеру Передаст камера, нет Не передаёт, да? Никита Машек не передаёт Ну, на улице, я думаю, передаст То есть, здесь свет более тёплый И здесь свет у нас более холодный Ну, я думаю, на улице сейчас мы Это более наглядно видим Почему? Потому что здесь тоже разница небольшая Но на улицу, когда мы светим на дорогу Разница очень ощутимая Поверьте мне В принципе Пойдёмте на улицу У нас там уже Хорошенько стемнело Сравним этих два фонаря Поехали Ну, что, народ У нас на улице почему-то светло Ну, не почему-то А потому что полная луна Но я надеюсь, что будет видно В общем, SD26 В минимальном режиме То есть, вот это у нас один люмен Moonlight, да? Лунный свет И вот это у нас Вот это вот у нас Nightcore Ну, уже видно вот Ну, я не знаю Видно ли вам на камеру Что здесь свет намного холоднее Даже в минимальном режиме А, Ирка, отходи Отойди Так, режим Следующий Поднимаем Раз Раз Вот так вот давайте Режим номер два Режим номер три Вот так вот Ну, и видите, да Я на равном удалении От пола держу Сейчас оба фонаря И вот здесь Вот это вот Кольцо Заливка Света Не центральный ход спот И Муся тут Побежал Он Муську сними Вот так вот Намного теплее свет видно, да Нежели у Nightcore Nightcore более холодный свет Лично мне нравится Более холодный свет Но вот всем моим знакомым Как одному нравится Вот более теплый свет Почему, почему не знаю Вот смотрите Сейчас я накладываю Один на второй фонарь И вот здесь Намного шире Получается Боковая засветка Видите, да Вот так То есть, что хочу сказать Вот этот фонарь SD 26 Он, ну, как по мне Намного предпочтительнее Чем все Все фонари на 18650 Элементе питания Для Велопокатушек То есть, реально У него боковая засветка Вот, смотрите Вот так Намного шире Вот один фонарь И вот тот То есть, у него Обочину захватывает Ну, метра Видите, да Метра на 3-4 Лучше То есть, если мы Вот так вот ставим фонарь Как мы катаемся на велике То у нас вот Ширина засветки Намного Более Приемлемая То есть, более удобно И комфортно С этим фонарем Кататься вечером На велосипеде Ну и Четвертый режим Да, по-моему Это у нас Да, четвертый режим Здесь и здесь На 26 Есть еще и Пятый режим 1000 люмен На Найткоре Это уже 1000 люмен Поэтому Четвертый режим Выключаем Вот такой вот Вот такой вот Народ у нас фонарь Ну и Светит Сейчас машина проедет Светит он Вот я Отсюда свечу И он реально светит Сколько я вижу Глазами Сколько он и светит То есть, реально Он светит до конца улицы Хотя, по паспортным данным У него 205 метров Ну, я честно говорю Что дальше светит Вот 200 метров Это будет у нас Четвертый столб Понимаете, да Между столбами 50 метров Четвертый столб Я вижу Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Я вижу Восьмой столб То есть, я не знаю Как они писали И чем они мерили Но реально Фонарь светит Очень далеко И разница Вот В двух фонарях Что Видите, да Я не знаю Видите вы сейчас Это нет Что вот Когда я Выключаю СД 26-ю Включаю Nightcore То просто Более холодный свет И более сфокусированный Вот этот Центральный Световой поток Более сфокусирован То есть, понятно Что здесь фонарь У нас 462 метра По-моему Бьет Что у него Дальность света Больше Но Она избыточна То есть, для Силовического Глаза Это, ну Я думаю Что уже Лишнее Не говоря О том Что уже Там на Тысячу метров Весь фонарь Я Я не вижу Так далеко Глазами То есть, этого Фонаря Мне вполне Хватает Для велосипеда Вот Вот таким Макаром Я его ставлю На велике Я реально Еду Что на дальнем Свете Фар То есть Ближней Машины Даже Гораздо Ближе Я вот так Вот ставлю И если Нет Встречного Транспорта То я Вот так И езжу То есть Заливка Света Более Чем Достаточно Если Есть Встречный То Естественно Нужно Фонарь Опускать Потому что Ну Давайте Покажу Что Включается То есть Вот так Вот если Я еду То Я реально Буду Заслеплять Встречный Транспорт Это Не Есть Хорошо Поэтому Вот таким Вот образом Абсолютно Без проблем Можно Передвигаться Мы Никого Не Слепим И Можно Кататься На велике Вот с данным Фонарем И катаюсь На велике И Гуляю Вечером Вот с этим Зверем Гуляю С собакой Фонарь Более чем Устраивает Заряжаю Что Немаловажно Я его Крайне Редко Заряжается Фонарь В принципе Быстро Вечером Допустим Если В 12 Ставлю На зарядку В 6 Утро Он уже Выключается При зарядке Ну Давайте Сейчас Ставлю Кусочек Видео При зарядке У нас На кнопочке Вот на Вот это Включение Выключение Горит Моргает Зеленый Индикатор Когда Зарядился То Свет Не моргает А горит Постоянно В принципе Что Здесь у нас Еще есть Это Два Режима Режим СОС И Стробоскоп Включаются Режимы Данные Удержанием Кнопки Включения Более чем На 5 Секунд Вот я Зажал И Стробоскоп Стробоскоп Ровный Гуляет Глаз Не привыкает Ну и По глазам Скажу я вам Очень неплохо Режет Аилька Аилька У нас сейчас Как на дискотеке Рывками Передвигается Вот я сейчас Еще на собаку И он у меня Такой знаете Как будто робот Не знаю Будет это На камеру Видно Не будет Но Собака Передвигается Такая как будто робот Вот так вот Такой Рывками Аилька Да Стробоскоп Работает у нас В максимальном режиме В режиме Турбо А это У нас Тысяча люмен Муся Выходи Ну и Также здесь Режим СОС Есть Вот он Тоже В режиме Тысяча люмен Можно подавать Сигналы Без Все В принципе Народ На сегодня Все Кошка Тоже Как робот Передвигается Выключается Допустим Если Если Безеля Острые края Он цепляется За вещи Здесь С этой стороны Тоже Видите Да Вот Острые края Опять же Цепляются Они За одежду Где-то Здесь Все края Разглажены Фонарь Такой Весь Скругленный Очень Компактный Очень Удобный Повторю Еще раз В конце Это Мое Личное Мнение Это Мои Мысли По поводу Данного Фонаря Я Никакой Не Эксперт Я Обычный Пользователь Который Любит Фонари И Часто Ими Пользуется Постоянно Я бы Даже Так Сказал На сегодня Все В принципе Давайте Пока Пока Увидимся Пошли Домой Пошли 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 Муся Пошли Домой Домой Пошли Двери Все Домой А вот Подожди Не туши Никита Еще Сейчас Покажу Давай Покажем Вот так Вот там Стой И Покажем Сейчас Ширину Видно Что Разная Ширина Боковой Засветки Вот Вот Это Засветки Разная Ширина Я надеюсь Видно Вот Так Можно Пусть Взять Поповеря Положить На пол И Подойти Сверху Снять Выше 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 Вот так Вот А Ирка Отойди Ну Видно Да Даже Невооруженным Глазом Видно Вот Если Взять Вот Эту Галочку И Перенести Наложить То Естественно Понимаете Будет Шире Она Чем Вот Эта Галочка Вот Вот Так Вот Раз И Здесь Она Намного Шире Все Народ Давайте Ну Вот Народ О чем Я Говорил Видите Да Я Выключил Фонарь И Дальше С ним Продолжаю Ити Но Я Думаю Что Я Выключил А Он В Минимальном Режиме Просто Вот Эта Вот История Ну Не Хватает Еще Одной Кнопки Как Не Крути Но Она Должна Быть Китайцы Сделайте Что Нибудь С этим И По Кругу Режим Гоняешь Ну И Народ При Таком Элементе Питания Как Понимаете Одна Из Фишек Данного Фонаря Это Его Автономность Живучесть Я Взял Вот Эти Два Фонаря И Проверил И На Живучесть То есть Я Зарядил Аккумулятор Зарядил Аккумулятор Включил Два Фонарика Поставив Их Вот Так Вот Ну И В принципе Смотрите Что Получилось В общем Народ Есть У нас Два Фонарика Люментоп SD20 5000 Миллиампер Элемент Питания Батарейка Заряжена Полностью Ставим На место И Также Nightcore MH27UV Вот 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 Элемент Питания 3500 Миллиампер Час Тоже Полностью Заряжен Ну И мы Сейчас Поставим Оба Фонарика Проверим Как они Будут Работать Как Будет Работать Стабилизация В общем Поехали На Рунтайм Выбираем Максимальный Режим Есть Максимальный Видите Максимальный Выключаем Здесь То же самое Максимальный Выключаем Итак На старт Внимание Поехали Оба фонаря В максимальном Режиме Давайте Их Вот сюда Вот так Вот направим И В принципе Я думаю Что До утра Мы их Оставляем В прошлый раз У меня Планшет Выключился Поэтому Сегодня Я его зарядил На 100% Плюс Подключил К Powerbank И я думаю Этого Более чем Достаточно Будет Вот так Вот Нормалек Все Все Я пошел Спать Ну а Для вас Я сейчас Поставлю Это все На ускоренной Перемотке В 10 тысяч Раз Музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше народ на GoPro сел аккумулятор GoPro была подключена к PowerBank Также планшет был тоже подключен к PowerBank Потому как печальный опыт у меня был, что планшет сел раньше, нежели сели АКБ у фонариков Но и этого всего не хватило То есть данный фонарь выключился А вот этот фонарь проработал в минимальном режиме Вот как он сел уже 24 часа прошло с момента включения фонаря и он работал Я не стал уже просто ждать дальше, потому как, ну понимаете, да, он может еще 3-4 дня работать в минимальном режиме И он работал, и работал, и работал То есть я прождал 24, где-то с половиной, 25 часов и выключил фонарь, потому как, ну, дальнейшее наблюдение за ним я посчитал нецелесообразным В принципе, автономность у фонаря просто бешеная Если не врубать сразу максимальный режим, да, на втором, третьем, четвертом режиме пользоваться фонарем То фонаря хватает очень и очень надолго Ну, для кого это востребовано, то обратите внимание Компактный размер, тысячелемен в максимальном режиме и бешеная автономность Как-то так Продолжение следует...